12.06 в Кирове, продолжаем дневной разворот. Светлана Занько, Давид Кузлеева. Во втором части говорим о внутреннем туризме, вернее о той его части, где россиянам пообещали кэшбэк за путешествия по стране. Как нам показалось, достаточно сомнительная инициатива, потому что, во-первых, рассчитана она, по крайней мере, пока до конца года. Суть ее в чем? Вы покупаете пакетный тур. Это важно. То есть недостаточно просто купить дикарем билет и забронировать какую-то гостиницу, а потом куда-то предоставить счет. Нет. То есть вы должны купить тур. Если стоимость тура составляет от 25 до 50 тысяч рублей, кэшбэк будет 5 тысяч. От 50 до 70 – 10 тысяч. И все, что свыше 75 тысяч – 15 тысяч рублей. То есть не какое-то процентное соотношение, вот эти фиксированные суммы. Ростуризм запустил некий конкурс, я не знаю, для участия в этой программе, в которой могли принять участие отельеры, туроператоры. Не совсем мне, правда, понятно. И вчера мы пытались связаться и с самим Ростуризмом, и с Ассоциацией туроператоров России. И все в один голос говорят, что еще ничего непонятно. Ростуризм продлил прием заявок до 27 июля включительно. То есть, по идее, получается, вчера был последний день. Непонятно ничего. То есть не то, по какому принципу будут отбираться и формироваться эти заявки. Изначально было заявлено некое количество регионов. Там 44 плюс какая-то часть еще уходит на осень. То есть это те регионы, за путешествия в которые россияне вот уже вот сейчас могут получать этот кэшбэк. Потом вышло сообщение о том, что этот список регионов неисчерпывающий, и можно продолжать подавать заявки. В общем, непонятно. Ничего на самом деле. Ну, это с точки зрения туроператоров непосредственно. С точки зрения людей. Людям, собственно, все эти, конечно, треволнения неинтересны. Интересно только то, сколько ты можешь денег получить за это, если ты вдруг решил попутешествовать по России. И, собственно, слушатели, мы спрашиваем вас, подтолкнет ли такой вот кэшбэк вас к тому, чтобы путешествовать по стране. Возможно, вы и без него путешествовали. Или никакие плюшки тут на вас не повлияют. 8-909-720-101-0. Можете писать смс, можете отправлять сообщения в Вайбер, в Азап, в Телеграм, куда вам удобнее. 201-101. 201-101. По-прежнему. Точно так же можете позвонить. Еще мы в ВКонтакте запускали опрос, тоже спрашивали у людей при прочих равных условиях, что они выберут, Россию или за границу. И не грузится у меня опять интернет, не могу посмотреть результаты. Но, в общем, на тот момент, когда я последний раз их смотрела, большинство людей все же выбирали за границу. Да, но мы сейчас загрузим с телефона, раз компьютера не получается. Посмотрим голосовалку. Есть телефонный звонок, слышу. Надеюсь, коллеги сейчас нам помогут. 211-101, номер телефона прямого эфира. Итак, простимулирует ли вас кэшбэк, если он возникнет. Или какие-то другие, возможно, вещи. Ищем ваше предложение путешествовать по России. И определитесь, пожалуйста, куда бы вы поехали, где ваша мечта лежит, да, где на географической карте она лежит. 211-101. Ну вот смотри, 73% пока выбирают за границу. Но, к сожалению, люди не... Это те, кто проголосовал у нас в ВКонтакте. Да, те, кто проголосовал у нас во ВКонтакте, не пишут, к сожалению, по какой причине. Так, я не понимаю, что показывает мне Мария Поженникова. У нас есть слушатель. Да, прекрасно. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и комментируйте. Добрый, добрый день. Я зовут Денис. Да, Денис. Конечно же, я не поеду по путевке по России. Почему? Ну, потому что этот кэшбэк, ну, это ерунда. Считаю, что кто может путешествовать самостоятельно, ему это не нужно совершенно. Так как, я считаю, вправе выбрать самостоятельно гораздо лучше и дешевле. Чем готовый тур? Естественно. Смотрите. Они могут предложить такое, что мы поедем путешествовать, образно говоря, в ближайшие российские города, где мы уже были. Где мы уже были. А вы, Денис, вообще предпочитаете по России или за рубежом путешествовать? Или у вас какой-то баланс соблюдается? Вот лично я предпочитаю путешествовать в такие незнакомые места, которые не афишируются и не печатаются. И вы находите эти места через интернет? Естественно. И сами планируете свою дорогу? Естественно. У вас большая компания или какое-то одиночное плавание? Если место достойное и очень интересное, экзотическое и нетронутое, образно говоря, немножко уголок природы, то, конечно, едут многие люди. Можно собраться и в большой компании, самим запланировать тур и ездить. И последний вопрос, Даша, у меня такой вопрос. И как давно именно по такой схеме вы путешествуете? Потому что наверняка вы тоже не избежали общей массовой радости, когда мы покупали пакетные туры в Турцию, например. Ну, в этом году уже ездил в начале лета. Туристов возил самостоятельно. Ага, то есть вы еще и туристов возите? Ну, скромно, это пеший туризм. А, то есть это что-то вроде авторских таких туров, да? Правильно. Авторские туры. И мы уже это обсуждали с Дашей, что мы даже сами видим уже, что интерес к таким авторским турам все больше и больше даже вот здесь, в Кирове, где люди не очень вроде как. Ну, вот, смотрите, Денис, да, то есть если вы организовываете такие туры, как вы считаете, что-то государство могло бы сделать, чтобы люди-то оставались в родной стране, то есть не ехали куда-то за рубеж, а точно так же шли, я не знаю, там, куда-то на Урал, на Алтай, я не знаю, еще, то есть какими-то нехоженными, ну, даже в Кировской области. Навятку бы что привлекло? Если не кэшбэк, то что может привлечь? В первую очередь, сильно не мешать, раз. Второе, палки в колеса не вставлять. То есть в связи с новой регистрацией вы понимаете, что даже костер у реки разводить, образно говоря, туристам вообще запрещено. Это вообще, ну, как бы нонсенс. Это что за регистрация такая? Это вот, когда ты ведешь туристов, по определенному маршруту ты должен, естественно, сообщить об этом в МЧС. В МЧС, да. Если это все официально, ты работаешь, то нужно даже костер разводить не в Вятке, а туристы же хотят у речки посидеть. А ты должен природоохранную вот эту полосу, да, вот, которую воды... Да, да, это вообще дикость, реально. Вы должны, у вас должен быть огнетушитель у костра, по правилам вообще реально. Ну, как огнетушитель вы же не будете оставлять, образно говоря, откировать за 50 километров, и не будете каждый раз его с тобой таскать. А ведро песка уже не проходит, да? Вот, кстати, костра. Это вообще, ну... А ведро песка уже не проходит у костра? Обязательно огнетушитель? Да, 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 да. Интересно. Так, не мешать. Спасибо, все понятно. Спасибо большое, Денис, вам за комментарий ваш. Вот я, видишь, такие тонкости, я даже не знала, если честно. Ну, можно догадаться было, да, вот мы с тобой, потому что обращали внимание, когда люди идут в горы и не сообщают МЧС, а потом гибнут, или вот дети страдают, как недавно было, ты думаешь, боже, как это вообще возможно? Есть обратная сторона. Пойти по маршруту в горы и не сообщить в МЧС. И сейчас все туристические группы, которые куда бы ни шли, неважно, в горах ты или у нас на равнине, должны сообщить в МЧС, а уж если ты берешь за это деньги и как самозанятый зарегистрирован вот в данном случае, да, ты обязан сообщать в МЧС и, соответственно, соблюдать все нормы законодательства. Ну, видишь, вот Денис выдал ту самую мысль, которую на протяжении, мне кажется, последних месяцев говорит весь бизнес, не мешайте, ради бога, не мешайте. Ну, и еще одна история, то есть если Денис, конечно, звучал просто как путешественник, и он говорил, что мы отказались полностью от пакетных туров, это одна история, но у него еще прибавляется история профессиональная, то есть он перерос в инструктора, в гида, и опять же пакетный тур внутренний у него вызывает очень большой вопрос. Уж по стране по пакетному туру путешествовать, вопрос-вопрос. На самом деле даже вот такие вот туры очень... так, есть у нас... Да, продолжай свою мысль, потом мы примем звонок. Единственное, я не поняла, конечно, у нас спикер или слушатель. Алло, здравствуйте, представьтесь. Алло, добрый день. А Валентина, это вы? Да. Ага, это Валентина, представитель компании «Вятка Тур». Валентина Верхотурова. Верхотурова, да, представитель компании «Вятка Тур». Старейшей компанией нашего города. Семейный бизнес, да, между прочим. Вот такой момент, Валентина, смотрите, вот мы рассуждали уже, даже слушатели нам звонили, кто занимается авторскими турами по региону. Насколько вообще перспективен этот внутренний туризм и что нужно, что вам помогло бы, да? Нет, нет, давай конкретно сузим. Вот, значит, это инициатива. Кэшбэк. Кэшбэк. 15 миллиардов на всю страну выделяется. Кто из профессионального сообщества, какие конкретно компании или индивидуальные инструкторы, как самозанятые, зарегистрировавшиеся, вот как Денис, звонившие нам, смогут воспользоваться этими деньгами? Вы знаете, я думаю, прежде всего, конечно, будет, безусловно, некий отбор, вот, и, как вы уже правильно заметили, наша компания очень долго уже находится на туристическом рынке, и мы на регулярной, вообще на постоянной основе принимаем гостей нашего города, вот. Делаем, так скажем, программу под ключ, вот, поэтому, ну, достаточно только там заказчику позвонить и оговорить какие-то моменты, которые он хочет видеть именно в своей программе. То есть вот это тот самый пакет, правильно? Да, все верно, то есть пакет связанный с экскурсионным сопровождением, с транспортом, с питанием, с размещением, вот, и мы, так скажем, полностью сопровождаем от и до данную программу, вот, поэтому, ну, наверное, конечно, теоретически у нас, у нашей компании очень большие шансы, что, вот, будет работать данный кэшбэк, то есть, безусловно, мы являемся и туроператором на рынке, поэтому мы, так скажем, со своей стороны постараемся сделать многое, да, чтобы, допустим, к нам могли обращаться клиенты, которые смогут еще и возвращать деньги за отдых. Валентина, вот смотрите, я вчера тоже пыталась и в Ростуризме, и в Ассоциации туроператоров России понять вообще, собственно, саму суть этой заявки, что нужно написать, как, вот, вы что-то уже делали, расскажите, пожалуйста, как это вообще происходит все? То есть, нужно какой-то тур описать или просто какие-то абстрактные предложения, или что это должно быть? Да, получается, необходимо предоставить какие-либо предложения, то есть, в целом, данная программа еще рассчитана на определенное количество дней, да, то есть, это не может быть, допустим, там, просто экскурсии по городу, которые, ну, реализуются на постоянной основе и являются такой очень, ну, простой в своем оказании услугой, вот, поэтому, безусловно, надо очень хорошо знать туристический продукт своей области и города, чтобы составить, допустим, там, на несколько дней данную программу, которая будет включать там продолжительное размещение, может быть, размещение в разных городах, вот, и также предоставить в целом подтверждающие документы, то есть, допустим, чтобы эти программы были где-то размещены, допустим, то есть, еще площадки должны приняться, да, по которым, получается, будут реализовываться данные туры. А вы, то есть, вы уже какую-то заявку отправляли? Нет, мы не отправляли, потому что у нас, поскольку агентство такое разностороннее, и мы занимаемся в том числе, ну, в основном, да, пакетами туров, которые, там, связаны с отдыхом, там, на данный момент это, там, Краснодарский край, в том числе, там, за границей сейчас подключится, вот, так скажем, пока не было достаточно данных, чтобы мы сделали непосредственно заявку, вот, вот, поэтому буквально на этой неделе, получается, все данные нам предоставят, что от нас требуется, и мы сможем сделать данный запрос. Валентина, вот хорошо, что стало понятно, что на этой неделе предоставляются данные, предоставляется рост туризма? Получается, да, в том числе мы запрашиваем рост туризма. Сроки, когда, последний срок подачи заявок, с какого времени начинается отсчет по кэшбэку? Потому что сезон-то тоже, вот, не резиновый. Угу. Ну, на данный момент нам, честно, не предоставили какие-то конкретные даты. Непонятно. Да, но только то, что мы знаем, что до конца года вообще-то это все, до конца нынешнего 2020 года, эти 15 миллиардов. Теперь, вы сами сказали, что ваша компания в основном отправляет товарищей наших соседей, граждан, сограждан в Краснодарский край, сейчас за рубеж поеду. Но вопрос по развитию... Краснодарский край и так вкусно кушает, что называется. Мне кажется, у них вообще все прекрасно. Вопрос развития вятского туризма, въездного в Вятку, или вы, как Вятка Тур, можете куда угодно направлять, и кто за это кэшбэк-то получает? Как деньги проходят? Ну, получается, в данной программе, именно реализации данной программы, мы однозначно рассматриваем внутренний туризм касаемо нашей области. То есть мы являемся туроператорами, да, регионально. То есть вы должны предоставить пакетные туры по Кировской области? Получается, что да. Не меньше, чем на сколько дней? Не больше, не меньше, чем на 5. Не меньше, чем на 5 дней. И вы хоть примерно себе представляете, сколько такой пятидневный тур по Кировской области может стоить? Да. Сколько стоит? Да. Ну, вот смотрите, мы реализовывали нашу последнюю программу, это было 9 февраля, у нас приезжала очень большая группа из Москвы. Вот, они гостили у нас, получается, две ночи, три дня. Вот, была такая насыщенная программа и с питанием, и с размещением, получается, экскурсионная программа богатая. У них получилась программа, что-то порядка 17 тысяч рублей на человека, вот, но это две ночи. А, это две ночи 17 тысяч, то 25 тысяч вполне реально пятидневный тур, правда? Мы об этих суммах говорим. Конечно, да, это реально, в принципе, это, наверное, такая минимальная сумма, потому что мы заинтересованы, чтобы человеку понравилось, и мы там, конечно, будем стараться и гостиницу подобрать. А поедет ли, Валентина, а поедет ли кто-то в Киров в туры от 25 тысяч? Ну, еще имея в виду там какой-то кэшбэк. Ну, вот, судя по февралю, когда группа, вы знаете, она сделала у нас заявку, группа в сентябре месяце, и, как мне сказал их руководитель, что они уже два года собираются в Киров, и все, получается, участники группы очень хотят увидеть наш город и область. Поэтому, вот, получается, я буду ориентироваться на их пример. О, ну, а это у нас один такой пример, да? Ну, может быть, будет больше. А смотрите, Валентина, вот этот вот тур трехдневный, да, ну, то есть я так понимаю, что вот он был плотничком такой, насыщенный, а даже две ночи, три дня, да. А на пять-то дней есть у нас что показать? На пять дней, получается, наверное, мы делаем, ну, не такую программу, насыщенную именно с какими-то перерывами, интервалами более длительными там на отдых, на самостоятельное свободное время. Вот, а так в целом, да, реально занять, то есть мы там подключим музеи, в том числе там новые наши музеи, и, получается, задействуем больше область, потому что в данном случае группа успела съездить в Великорецкое, вот, и в Слободской, ну, это были такие непродолжительные экскурсии, например, так скажем, в Великорецкое можно уехать на целый день. Ну, так же, как и в Слободской, да, совершенно верно. А вот эти вот туры, они включают только какие-то вот обзорные экскурсии, или, я не знаю, еще, знаю, бывает, вот тоже в Кировской области, правда, не встречала, в других регионах, мастер-классы какие-то вот в деревушках, я не знаю, там, по народные какие-то промыслы, еще что-то. Вот этот компонент как-то присутствует, или, возможно, в будущем хотелось бы развивать, ну, то есть, чтобы чем-то насытить эту программу, если уж у нас, вот, ну, получается, не так и много достопримечательностей. Да, безусловно, вообще мастер-класс, вот, сколько даже мы лет очень, ну, большой же период времени занимаемся приемом гостей в Кирове, всегда в программу идет мастер-класс, как минимум, это вот, получается, по дымковской игрушке. То есть, и то даже он может различаться, то есть, есть роспись, основу росписи, есть, когда художница показывает, группа просто смотрит, есть, когда участвует, есть, когда лепят, и вот даже это вот на базе нашей самой знаменитой, получается, дымковской игрушки можно провести вот несколько вариаций. Поэтому это сейчас актуально, ну, и, конечно, все знают наши все новые музеи, шоколада, там, леденцов, мороженого и прочее, то есть, такие уже более современные музеи, которые, несомненно, тоже ориентированы на мастер-классы и дегустации. Ну, вот один только музей узкоколейной железной дороги в Каренторфе требует дня спокойного посещения, вот это вот точно Каренторфовский музей. Да, все верно, сейчас очень виртуально. Абсолютно прекрасно. Ну, то есть, если так прикинуть, даже вокруг Кирова, верно сказали, там, мы провели в эти выходные, Даша, ты видела, в башне водонапорной Чарушинской день, потом Антон Касанов в воскресенье водил экскурсию, и тоже целый день можно там в Слободском и под Слободским провести. Слободском, мне кажется, действительно можно весь день с утра до вечера провести. Совершенно верно. А потом, значит, вот у нас Великорецкая, да, Шетя можно доехать, прекрасно там, да, Савар. Мы вам сейчас, Валентина, накидаем. Да, мы, можно, можно пять дней точно. А вот смотрите, да, вот то, что эта программа, по крайней мере, пока рассчитана только до конца года, вообще смысл-то какой-то в этом есть, вот получается, сейчас туроператоры бросят все силы, то есть нужно же это все продумать, это же не просто ты сел на коленки и накидал этот тур, это же нужно все равно потратить силы, свое время, и только до конца года. Деньги, я так понимаю, все-таки, по вашему ощущению, Валентина, это помощь в связи с ковидом туроператорам? Или это что-то постоянное будет? Или это какой-то пробный шар, да, который пытается вот вытянуть, да, чтобы какие-то продукты появились и новое дыхание, внутренний туризм приобрели. Да, я даже складняюсь ко второму варианту, действительно, то, чтобы вот даже вот встретить все регионы, то есть напомнить о себе, напомнить, что получается в ситуации, которая сейчас происходит, мы не знаем, что будет дальше, то есть будут ли открываться новые направления, но получается максимально задействовать нашу страну. То есть дать понимание клиентам, туристам, то, что, допустим, там лето, это не только повод там ехать в Сочи, в Анапу, да, к морю, а максимально разнообразить еще такими экскурсионными турами. И мы вот, кстати, очень важный момент не отметили, чуть-чуть про него забыли. У нас же вот в летний период очень еще развиты активные, да, вот эти туры, там, сплавы, допустим, там, в Советске, пешие прогулки и так далее. То есть получается, если мы будем рассматривать продолжительные программы, то мы можем включать такой активный компонент, который будет у нас как комби-программа этой экскурсии, плюс вот разные там пешие водные походы и так далее. Все понятно. То есть это очень востребовано. Спасибо большое, Валентина, за ваш рассказ, за комментарий. Это была Валентина Верхотурова, представитель компании «Вятка Тур». Ну вот, не знаю, 17 тысяч три дня, мне кажется, дороговато, нет? Это, смотря откуда мы куда смотрим. То есть если мы смотрим из Москвы, из Казани, из Санкт-Петербурга с 17 тысячами на три дня, то, наверное, это недороговато. Если мы смотрим из Кирова, то, конечно, естественно, потому что ты же сама села на свою машинку или в машинку друзей и поехали по соседним окрестностям. Просто даже представить себе невозможно, что ты будешь там тратить какие-то такие деньги, потому что ты остановишься там с самой спалаткой. Это история про это. Второе, что мы не расспросили, ну, наверное, вот у Ильи Качанова, исполнительного директора группы компаний «Турист», к которым мы будем связываться, Илья... Ижевский, да. А в Удмуртии, хотя работает тоже по всей стране и за рубежом тоже, спросим про циркуляцию денежной массы, вот эти 15 миллиардов, как они будут циркулировать. То есть что такое кэшбэк? Как мы с тобой привыкли понимать? Вот ты приходишь в магазин, к твоей пластиковой карте привязан кэшбэк. Да, кстати, тут нужно отметить, что пластиковая карта в данном случае должна быть мир. Вот, мы об этом еще не поговорили, да, что к пластиковой карте привязан кэшбэк. Я даже не знала, что это так, вот надо спросить хотела я, да. И ты знаешь, что по твоей пластиковой карте у твоего банка вот такой-то список, например, магазинов, которые работают, и там уже прописаны проценты заранее. И ты даже можешь планировать покупки, потому что ты знаешь, что оттуда придет кэшбэк, столько-то оттуда, оттуда. Здесь выясняется, вот ты мне сейчас сообщаешь, что здесь выясняется, что тур должен быть приобретен с использованием платежной системы МИР. Это обязательное условие. Да, то есть у тебя должна быть карта МИР, и все деньги должны проходить через карту МИР. Соответственно, судя по всему, ты оплачиваешь путевку, то есть вот сумма, которую рассчитывает туроператор, должна быть уже с учетом кэшбэка. И потом на твою карту тебе должны прийти деньги, а кто их, я вот это не очень хорошо понимаю, с тем, нам, наверное, расскажут, кто их, как перечисляют, как кто читывается. Я напомню просто слушателям телефон наш 211-101 и 8909-720-101-0 для сообщений в WhatsApp, Viber, SMS, кому как удобнее. Звоните, скажите, как бы подтолкнул вас этот кэшбэк к тому, чтобы прикупить себе пакетный тур по России. Вот сейчас прочитаю сообщение, пришло нам в WhatsApp. Мы путешествуем только по России, потому что за границу большой семьей ехать чрезвычайно дорого. Курс доллара и евро и долга, пересадки. По России гораздо дешевле, плюс всегда можно договориться с гостиницами насчет детских мест. Да и в России ощущаем себя безопаснее. Важный момент, речь идет не о пляжном отдыхе. А, ну вот всегда можно договориться, это уже не пакетный тур, такое ощущение. Это самостоятельное путешествие по России. Ну да, мне кажется, да, это самостоятельно. Вы нам пишите 8909-720-101-0, очень хорошее сообщение. Напишите, как вы путешествуете, самостоятельно бронируете с использованием там сервисов каких-то или по знакомству, или вы все-таки бронируете пакетный тур. Потому что если мы будем говорить о пакетных турах и путешествуем там, опять же, какие цели, то в прежние времена доковидные купить пакетный тур в Турцию на семью было дешевле, чем путешествовать по России. В любом случае, всяко, как говорят в Кировской области, да, потому что там можно действительно выбрать себе горящие, не горящие, с любыми звездами, с питанием, с морем, с бассейном и так далее, и так далее, и так далее. Это история про пляжный отдых, про отдых, про вот такой вот раз. Если да, вы ездите там смотреть какие-то достопримечательности, то, конечно, за экскурсионку ты за рубежом заплатишь немалую денежку. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вы можете позвонить 211-101. Туристическая сейчас такая реклама была у нас, да, вполне себе про костер, про гитару вспомнил. Так, мы говорим сегодня о том, что правительство Российской Федерации через, да, решил, не знаю, что они решили сделать, сейчас будем спрашивать. Не совсем понятно, да. То ли поддержать решили туристическую отрасль в связи с коронавирусом, то ли, вот как нам сказала Валентина Верхотурова, возможно, пытаются вывести из вот такого отспенения туристические агентства, чтобы они все-таки думали о том, что нужно придумывать новые продукты и пакетные туры именно по стране. Но, в общем, решили выделить 15 миллиардов рублей, которые пойдут в качестве кэшбэка тем туристам, которые будут покупать пакетные туры по стране, но поставлены определенные условия. Во-первых, горячие направления типа нашего юга по кэшбэку будут работать только с 1 октября, когда спадет высокий сезон по 20 декабря. Во-вторых, еще раз, вся эта акция невиданная закончится этим годом. В-третьих, непонятно действительно, как это повлияет на развитие внутреннего туризма, конкретно в каждом регионе. Потому что, еще раз, у нас есть регионы типа Алтая, Байкала, Краснодарского края, а есть Удмуртия и Кировская область. Вот по Кировской области мы прикинули немножко с Валентиной Верхотуровой, представителем компании «Вяткатур» до перерыва. Сейчас поговорим про Удмуртию с Ильей Кычановым, исполнительным директором группы компаний «Турист». Илья с нами на связи. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день, Дарья Топузеева и Светлана Занькова. Очень приятно, Илья. Ну, во-первых, вот лето же прекрасное в этом году, да? Прекрасное. Скажи, пожалуйста, по Удмуртии, вот ты очень давно в этой отрасли. Напомни, пожалуйста, с какого времени? Ну, несколько точек отчета. Будем так говорить, вот профессионально и всерьез, наверное, с 2006. Но еще несколько лет я подбирался к этой теме. Порядочно, порядочно. То есть ты можешь проанализировать. Смотри, вот несколько слагающих в этом году. Первое – ковид. За рубеж мы не поехали. Второе – прекрасное лето. Что скажешь, в Удмуртии в этом году увеличился поток туристов, неважно там въездных, невъездных, но которые путешествуют именно по Удмуртии, пользуясь услугами турагентства. Ой, это очень интересный вопрос. Вы задали. Я вообще, на самом деле, подмечаю, что кризисные годы в истории развития туризма, если вспомнить, 2014-2015 год, это все были периоды жаркого лета. И главный конкурент организованного или самостоятельного туризма в этот период становится нашей даче. То есть люди так, уже имея опыт путешествий и по России, и за рубежом, говорят, мы переждем эти неудачи, мы отдохнем прекрасно вот где-нибудь поблизости. Если говорить про наш регион, то в настоящий момент мы наблюдаем несколько серьезных тенденций. Ну, первое – туристы откуда-то внешне к нам, может быть, и просачиваются, но их не так много. Я знаю, что в Кировской области не очень благополучная ситуация с ковидом. Еще хуже ситуация у нас в Свердловской области. Там до сих пор торговые центры не работают. И рестораны, и кафе только в режиме летних веранд. Соседний Татарстан – тоже не очень благополучная ситуация. Вот мы имеем опыт выброса туристов в Елабугу. Могу сказать только, что с прошлой недели как-то полноценно нас начали принимать кафе и рестораны. Мы здесь, в Удмуртии, честно говоря, пребываем немного в привилегированном положении. У нас такой лайт-режим. То есть начиная с 11 июня у нас уже работают торговые центры, у нас работают кафе и рестораны. Но у вас лайт-режим, и у вас показатели по ковиду-то значительно ниже, чем у нас. Да, да. Ну, собственно говоря, показатели и были весь этот период пандемии, не очень значительные. Как путешествуют наши люди? Очень много людей, которые просто не хотят связаться с общественным транспортом, просто садятся на автомобиль. Местные базы отдыха сбиты все буквально под завязку. А те люди, которые не имеют такой возможности, ездят организованно. И в основном это внутри нашего региона. То есть основные наши туристические дестинации это Фарапу, туристическая столица, Вопкинск, родина Петра Ильича-Чайковского, и этнические, этнографические маршруты, которые, скажем так, в пределах одного дня, то есть все-таки такие туры выходного дня. Если взять, скажем так, сегмент тех, кто хочет к морю, все-таки моря у нас не хватает, да, это основной массив, чтобы поехать куда-то. Недавно я тоже смотрел статистику продаж. Это Сочи, Крым, Калининград. Вот три основных направления, которые востребованы сегодня. Те, которые не пугают туристов. Ну и вот в свете последних событий уже появились первые брони на Турцию, начиная с 10 августа. Людей мало что останавливает. Готовы лететь через Москву и с обстановочными рейсами, как угодно. Но, собственно, таким образом. Илья, вот смотрите, как раз нам тут пришла СМС от слушателя. Пишет Михаил, в отпуск не поеду, страшно. На русский юг кэшбэком не заманите. Слишком дорого за те условия отдыха, которые предлагают. С радостью на Байкал, Алтай, Камчатку, но надо быть очень состоятельным человеком. Понимаю, о чем говорю, ездил пару лет назад. Вот насколько вообще, если исключить, ладно, там Алтай, Камчатку, понятно, что это дорого там добираться. Но даже вот центральная часть России, то, что до Урала, спрашивали, вот мы у ваших коллег в Кирове, вот 17 тысяч три дня. Все равно кажется, что это немного дороговато. Давайте мы сейчас разделим тогда вопрос вот этот, Илья. Значит, мы с Дашей задаемся вопросом, на кого направлена эта программа? Целевая эта аудитория, да. То есть это кто-то, какие-то состоятельные москвичи, которые хотят какой-то экзотики и едут вглубь страны. Еще раз, на туриста направлено? На туроператоров, турагентств и на какие регионы? Это очень странный вообще проект и инициатива. Может быть, и вот эта ситуация с кэшбэком, да, мы сейчас обсуждаем. То есть инициатива-то классная, она хорошая, она, наверное, правильная. Но то, как у нас опять это сделано и реализовано, и нет ни механизма продуманного, ни какой-то понятной логики, да. То есть Мишустин нам сказал по телевизору, и мы в итоге получили какой-то неимоверный шквал звонков от наших там друзей, клиентов, партнеров. То есть как получить кэшбэк? Людям пообещали. Все, достань, что называется, из кармана и верни обратно. Ну, так ведь это не работает. То есть, во-первых, в этой схеме, чем возмущено, например, профессиональное сообщество? Что из этой схемы исключили турагент. И многие говорят, ничего мне вообще включаться в эту программу, потому что здесь чуть ли не правительство пытается уничтожить отрасль, да, потому что классическая парадигма, как бы ее не критиковали клиент, турагент, туроператор, она до сих пор существует. И многие наши коллеги работают в формате турагента, а не туроператора. У нас немножко другая ситуация. Мы являемся и турагентом, и туроператором, и конкурсионным центром, и принимающей компанией. Может быть, наша ситуация здесь непоказательна для рынка. Второй момент. Ростуризм сказал, уважаемые операторы, а мы входим в федеральный реестр туроператоров по внутреннему туризму, пришлите нам ваши программы. И на все это нам далось два дня. Вот это да, отличная история с этими двумя днями. Два дня. Чтобы вы понимали, для участия в программе с кэшбэком нужно, чтобы был заявлен туристический пакет с проживанием пять ночей, не менее пяти ночей, то есть это шесть дней и пять ночей в Удмуртии. Я вам скажу откровенно, таких программ в Удмуртии в природе не существует. То есть нам что? Нам нужно на коленке за два дня придумать программу, ее рассчитать, выставить на продажу, еще подключить к нашему сайту удивительную платежную систему МИР. Да? Что является еще дополнительным, скажем так, ну как бы это понягче сказать, ну некоторым обременением для бизнеса, да, потому что непонятно, как эта общеплатежная система, в отличие от других там видов Мастеркарда, будет себя вести, работать и так далее. Ну, то есть, да, мы подали заявку в Ростуризм. Мы сделали две программы. Мы их посчитали. Естественно, мы не можем рассчитывать на какой-то неимоверный вал туристов, хотя журналисты звонят, спрашивают, ой, такая классная инициатива, вы, наверное, рады? Я говорю, нет, мы не рады. Во-первых, это сделано все опять в тупыхах, на волне какого-то неимоверного хайпа, и не продумано это все. Во-вторых, мы не можем рассчитывать на то, что люди будут покупать, допустим, групповые туры, скорее всего, будут индивидуальные какие-то запросы. Представляете, человек, находясь, например, в Кирове в том же самом, или в Москве, или где-либо еще, говорит, хорошо, я хочу получить кешбек, я поеду в Удмуртию на шесть дней. Соответственно, для того, чтобы вас принять индивидуально, не нужно заказать для вас транспорт, организовать экскурсионную программу, разместить вас в хорошем отеле, ну и так далее и тому подобное. Так вот, экскурсионный тур в Удмуртию на шесть дней, по нашим расчетам, будет стоить 55 тысяч на человека. Ура! Нужно очень хотеть попасть в Удмуртию. Вы понимаете, да? То есть, вот этот ценник, конечно, его можно, эту цену, снизить, за счет того, что это будет, допустим, не два человека, а 10, 15, 20. Но, опять же, участие в этой программе не дает никаких гарантий, чтобы тебе единовременно приедет 20, например, человек, да? А 20, скорее всего, могут повестись на это. Тем более, кешбек там пообещали и прочее. Ну, даже с учетом кешбека, ну, извините, 50 тысяч за путешествие в любимую мною Удмуртию, ну, это как-то многовато, согласитесь. Действительно, да, есть такое. Ну, то есть, согласимся. Вот оно, да. Вы правильно поймите, я фанат и туризма, и своего региона, и мы очень любим принимать здесь гостей. Но вот что-то в этой истории не додумано, не проработано. И возвращаемся тогда к вопросу, Илья, все-таки. По-похак, да. По вашим ощущениям тогда, для чего это все и для кого? Ой, ну, это все очень просто. Вы посмотрите, что это сделано в интересах крупных федеральных операторов. То есть, идет глобализация рынка, и, скорее всего, операторы пролоббировали свои интересы. Причем преимущественно те, кто сориентированы на внутренний рынок. Это понятно. Это не туроператоры, скажем так, с турецкими корнями, скажу аккуратно. И это сделано в интересах одной единственной платежной системы, которую пользуются наши бюджетные организации, чиновники, ну, и так далее. Спасибо большое, Илья, за ваш комментарий. Это был Илья Кычанов. Илья Кычанов, исполнительный директор группы компании «Турист». Привет Удмурции, солнечной и любимой нашему соседу. Ну, вот видишь, печально, да, что опять, что на самом деле, вот как считают даже сами, те, кто отправил заявки и попытаются принять в этом участие, что делается все это вовсе не для того, чтобы развивать вот этот вот пресловутый внутренний туризм, а для того, чтобы а, поддержать национальную платежную систему, б, в пользу там определенного количества игроков на рынке. Посмотрим, как говорит Алексей Алексеевич, будем наблюдать, что из этого выйдет. Мы-то с тобой, конечно, на машинках покатаемся по родимому Кировскому краю, чем мы занимаемся хорошо. Кстати, вот я тут все хотела, про Кринторф ты вспоминала, вот минутка есть. Я тут недавно в Инстаграме, в каком-то аккаунте, который вообще никак не связан ни с Кировской областью вообще, ну вот вообще-вообще. И они организуют тоже авторские туры по объектам железнодорожным, и там был Кринторф, и они собирали группу, и там была куча-куча плюсиков, люди писали, да-да-да, возьмите меня, Каринская узкоколейка, Каринская узкоколейка, вот, а мы этим не пользуемся почти. В тот день, когда я приехала в Кринторф с дочерью моей, 160 человек было в Кринторфе, хотя раньше приезжало по 2-3, и, как говорили местные, там действительно можно день провести. Завершаем мы на этом дневной разворот. Светлана Занько, Дарья Топузнеева. Всем хорошего дня.